Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Этот жестокий мир в Самаре отправили в изолятор отчима убившего трехлетнюю девочку. В Хворостянке полицейские спасли от обморожения мальчика, сбежавшего от матери босиком. Отработали на ура. Учения разведчиков прошли сегодня на полигоне в Рощинском. То снег, то дождь, самарским коммунальщикам погода подбросила работы. Продолжат строить, несмотря на кризис. Министр транспорта отчитался перед депутатами о возведении Фрунзенского моста. Слава длиною в день. Сурки сегодня диктуют условия и правят балом. Прогноз от обитателя самарского зоопарка. Подозреваемый в зверском убийстве трехлетней девочки Харитон Горячкин ближайшие два месяца проведет в изоляторе. Преступление, которое шокировало всю Самару, произошло в воскресенье. Тело ребенка с многочисленными гематомами и ожогами нашли в квартире, где жила мать девочки и ее гражданский муж. Сегодня суд промышленного района выбрал меру пресечения для Харитона Горячкина. Репортаж Марины Матвейшиной. В Самаре расследуют жестокое убийство трехлетней девочки. Малышку так избили, что она не смогла выжить от этих травм. В убийстве подозревают 27-летнего сожителя матери малышки. Но он категорически свою вину отрицает. В зале суда подозреваемый Харитон Горячкин тщательно прячется от камер. Вопросы журналистов игнорирует. Вы признаете свою вину? Можете не отвечать, если не хотите. 31 января в съемной квартире Горячкина и его сожительницы Бритвиной нашли тело ее трехлетней дочери Василисы. На теле девочки буквально не было живого места. Гематомы головы, тела и ожоги спины и плеч. Экспертиза показала, малышка скончалась от разрыва печени. Допрошенная Бритвина пояснила, что 30 января Горячкин нанес несколько ударов, не менее двух-трех ударов по спине ягодицам Бритвиной Василисы. После этого девочка пояснила, что у нее стал болеть правый бок. Вот, несмотря на это, Горячкин не позволил вызвать скорую помощь и выйти Бритвиной в аптеку за медикаментами. Вы причастны к совершению данного поступления? По этой статье, или по какому поступлению, не могу понять, вы просто говорите, тихо не слышите. Ну вот, связанное с этой девочкой поступление. Ну, про это сейчас начитаю. Я не совершал побои. То есть вы не причастны к данному поступлению, да? Причастен, но частично. Адвокат подозреваемого уверяет, Горячкин не бил ребенка, он его воспитывал. И не один. В воспитательных целях, значит, ребенка, ну, ребенку наносили удары, значит, по копе, не только его, конкретно мать, ребенка. А поэтому непонятный еще механизм самообразования этих телесных повреждений и неизвестно, от чьих конкретных ударов. Учитывая, что Горячкин не прописан в Самаре, нигде не работает и уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и сбыт наркотиков, суд избирает меру пресечения – два месяца ареста. Причинение тяжкого вреда здоровью повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего грозит до 15 лет лишения свободы по данной санкции статьи. Убийство вызвало громкий общественный резонанс. Жестокостью преступлений шокированы даже полицейские. Первый раз именно такое обращение с детьми за два года я вообще не слышал и не видел. Мы сейчас в данном плане тоже проводим определенную проверку, были ли обращения со стороны соседей, родителей или других каких-то органов именно по данному факту. Поэтому все сейчас покажет следствие. По данным Департамента семьи, опеки и попечительства, семья погибшей девочки на учете в органах опеки не состояла. Девочка была зарегистрирована и постоянно проживала в Кенель, Черкасском районе Самарской области. Там же ребенок посещал и детский сад. Мать работала в Самаре и проживала на съемной квартире. В свои выходные дни забирала дочь к себе. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. Еще одна семейная драма, к счастью, закончилась благополучно. Хотя шансы на это были невелики. Девятилетнего мальчика от обморожения спасли инспекторы ДПС. В селе Хворостянка патрульный экипаж заметила ребенка, который босым шел по снегу. Зимней верхней одежды на нем также не было. Юного путешественника усадили в машину. Он ответил, что поругался с матерью и ушел из дома. Направлялся в поселок Остинки к своей бабушке. Мы приняли решение отвезти у нас в пункт скорой помощи, чтобы мы оказались в соответствии. По словам врачей, благодаря своевременным действиям полицейских, тяжелых последствий удалось избежать. Мальчик получил небольшое переохлаждение. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении матери составили административный протокол. Как выяснилось не в первый раз, женщина злоупотребляет алкоголем. За семьей теперь будет следить комиссия по делам несовершеннолетних. Цели повержены. Среди личного состава потери нет. В Центральном военном округе начались и зимние полевые учения. Снайперы-разведчики неделю будут оттачивать меткость, умение маскироваться и выживать в зимних полевых условиях. В том, что это совсем непросто, убедился Павел Боймаков. Прицел, выдох, секундная пауза, выстрел. Движущиеся мишени бойцам необходимо поразить с расстояния в полкилометра. В умелых руках для снайперской винтовки Драгунова это не проблема. С ее помощью в реальных боевых действиях снайпер выполняет чуть ли не самую важную задачу, от которой может зависеть исход боя. Снайпер – это охотник. Задачи снайпера, они как были, так и остаются. Это уничтожение особо важных огневых средств противника, нарушение управления в рядах противника, борьба против снайперов. Первая боевая задача выполнена. В молоко не ушла ни одна пуля. Дальше дело за снайперами разведывательного батальона. В зимней экипировке, буквально слившись со снегом, перемещаясь по полю незаметно, им необходимо выбрать огневые позиции, замаскировать их и выполнить боевую задачу. До выполнения боевой задачи у снайпера может уйти несколько дней. Продержаться это время зимой в мороз нелегко. Для этого у каждой снайперской пары есть вот такая палатка, оснащенная всем необходимым. В ней находятся спальники. При температуре до минус 20 градусов, в полном комфорте, можно отдохнуть 6-7 часов. Есть сухое горючее, которое также можно использовать для обогрева палатки. Самое простое – это взять свечку, вырезать дно от бутылки, взять свечку, поставить ее между парой и будет тепло в палатке. Цели повержены, снайперы зачехляют винтовки. С боевой задачей в условиях, максимально приближенных к реальным, бойцы справились. Полевые выходы в 15-й миротворческой бригаде проходят два раза в год. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Больше тысячи пожаров – шесть серьезных происшествий, которым присвоен статус чрезвычайной ситуации. Итоги работы за год подвели на учебно-методическом сборе МЧС. В целом, статистика нарушений противопожарной безопасности снизилась, но работу в этом направлении продолжают. Чтобы охватить даже самые отдаленные районы области, строятся новые пожарные депо. В прошлом году завершили строительство станций в Похвесневском и Волжском районах. Сейчас достраивается новое депо в селе Рождествено. В течение 2015 года особое внимание спасатели уделяли предупреждению техногенных катастроф и ликвидации последствий засухи. Сейчас внимание спасателей направлено на подготовку к паводку. Для этого создана специальная комиссия. Целый комплекс мероприятий серьезных инженерно-технических включает в себя подготовка к половодию и к паводкам. Ну и непосредственно оперативное реагирование, когда уже конкретные события случаются на территориях. По прошлому году мы успешно прошли половодие. У нас не было не то что чрезвычайных ситуаций, а социально значимых происшествий. Этому способствовала, конечно, расчистка русел рек, прежде всего малых рек. Погода держит коммунальные службы Самары в тонусе. Побит температурный рекорд 60-летней давности. Снегопады засыпают дороги и крыши домов. А резкая отепель превращает снег в кашу. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко потребовал от коммунальщиков вывести на работу все бригады. От дворников до кровельщиков. С подробностями Андрей Трой. Первого февраля в Самаре был побит абсолютный рекорд температуры воздуха для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, в этот день термометр показывал 2,6 градуса. Прежний рекорд, 0,8 градуса, продержался с 1955 года. Вместе с температурной аномалией в город пришли снегопады, которые завалили крыши и дороги. По поручению главы Самары Олега Фурсова, коммунальные службы работают в две смены. На оперативном совещании в понедельник он поставил задачу максимально задействовать все сформированные и обученные еще осенью бригады. Контроль возложен на директоров управляющих компаний. Попрошу выйти на те цифры, которые вы докладывали в сентябре, о том, сколько у нас скомплектовано на зиму бригад по очистке крови. Особо обратить внимание Самарский район, Куйбышевский район, Промышленный, Октябрьский, Кировский и Красноглинский. За минувшие выходные от снега было очищено 577 крыш, еще 390 в понедельник. Все силы брошены на уборку и сегодня. Опасные зоны, места, где скатные кровли выходят на пешеходные зоны, коммунальные службы ограждают предупреждающими лентами. Более того, коммунальные службы печатают на счетах за ШГХ предупреждение об опасности прогулок вблизи скатных крыш. Во вторник погода подкинула новые сюрпризы. Снегопад только усилился, да еще и дополнился туманом. Такая погода с оттепелями, снегопадами и туманами похлеще этого продлится примерно до середины февраля. Аномально, конечно, но раз в полвека бывает. Жители города, администрация просит проявлять осторожность, потому что все это время будет идти массовая очистка крыш от снега. Водителей просят не бросать машины на дорогах, потому что это мешает уборке снега. Андрей Трой, Сергей Баскин. События. Аномально теплый февраль еще не гарантия ранней весны, постановили природные метеорологи из Самарского зоопарка. Международный день сурка 2 февраля отмечают во многих странах мира. Традиции узнавать прогноз погоды у животных в этот день идет еще из Древнего Рима. Правда, там праздновали день ежа. А вот день сурка обычай американский. Наши звери видят этот день по-своему и откровенно игнорируют заморские приметы. Сурков с самарской пропиской в надежде на раннюю весну настойчиво будили журналисты. Среди них и Марина Кравцова. Скромно и настороженно высовывает нос из домика герой дня. Такого внимания к своей персоне Сурок Иван не ожидал. Семь телекамер, информационные агентства, журналисты из газет ждут, какую весну предскажет зверек. Первые сурки-метеорологи завелись в Америке больше сотни лет назад. Там считают, если день солнечный и животное, испугавшись своей тени, спрячется в нору, зима продлится еще шесть недель. Но отечественные сурки не испугливых и завели свою традицию. У нас приход весны зависит от даты, когда грызун выйдет из спячки. В этом году Ева и Иван, семейная пара из Самарского зоопарка, проснулась 1 февраля. Первый проснулся самец. Он вышел, осмотрелся. Ему принесли покушать. Он поел немножко моркови и зерна. Ваня и Ева мохнатыми метеорологами работают уже пятый год и ни разу не ошибались. В прошлом году свой международный день вообще проспали. И весь март было холодно. В этом году весну пообещали стандартную. В ответ на попытки повлиять на прогнозы Ваня демонстративно показал журналистам хвост. Раннего тепла не ждите. На Руси 2 февраля тоже строили прогнозы на грядущую весну, но по поведению других животных. Как гласит примета, если кошка скребет пол, а курицы виляют хвостами, значит весна будет поздняя. Вальяжный ягуар-кекс. Вольер когтями не портит, а значит весна не за горами. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Вопиющий факт подачи технической воды в дома в Куйбышевском районе Самара обнаружили сотрудники полиции. Ее незаконно поставляла ресурсоснабжающая организация. Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства. Согласно предварительным данным, жителям Куйбышевского района был нанесен материальный ущерб на сумму свыше миллиона рублей. В квартиру подавалась техническая вода, которая не могла использоваться для бытовых нужд граждан. При этом с местных жителей взималась тарифная плата как за качественное горячее водоснабжение. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием Уголовного кодекса Российской Федерации». Общая стоимость Фрунзенского моста оценивается в 12 миллиардов рублей. О возведении одного из самых масштабных сооружений последнего времени депутатам Губернской думы рассказал министр транспорта Иван Пивкин. Работы начались в ноябре 2015 года. Проект включает строительство моста через реку Самара, железобетонного перехода через озеро Банны, транспортные развязки на улицах Шоссейной и Фрунзе. Протяженность объекта составит почти 3 километра. Ширина проезжей части – 22 метра. Она будет разделена на 6 полос, по 3 в каждом направлении. Подрядная организация работает в соответствии с графиком. Строительство моста должно быть завершено в 2018 году. Сейчас продолжается расчистка территории под площадку, возводятся опоры. Какие работы мы ведем? Снос зданий и сооружений по вырубке зеленых насаждений и освобождении территории. Возведена 7 и 8 опора через реку Самара и 1 и 7 опора через озеро Банны. Отсыпка рабочих платформ, подходы к мостам, подготовка работы в районе Хлебной площади для строительства подъезда номер 9 транспортной развязки по улице Фрунзе. Благоустроенный стадион на тысячу мест появится в Самаре. И что особенно важно, это будет не строительство нового объекта, а возрождение старого, некогда популярной Зари, что сейчас находится в запустении. Хорошие новости жителям советского района привезли депутаты Самарской городской думы. Они провели выездное совещание. На нем побывала и Марианна Мирная. Возрождение Зари. Популярный в советское время стадион долгое время пустовал, но в 2015 году городским властям удалось вернуть спортивный объект в муниципальную собственность. Уже через несколько месяцев здесь начнутся работы по благоустройству. В 2015 году подали заявку в Министерство спорта Самарской области на реконструкцию стадиона Заря, который будет включать футбольное поле, искусственная трава, беговые дорожки, трибуны, зрительские места и ограждения. Депутаты Самарской гордумы поддерживают инициативу мэрии и выступают со своими предложениями, чтобы условия на стадионе позволяли тренироваться и сдавать нормы ГТО. По возможности на данном объекте учесть малые формы перехватины, это яма для прыжков в длину, ну и для населения очень требующий возрождение, вид как городки. Это малозатратные сооружения, которые дадут возможность и сдачи ГТО, и массовые занятия. На выездном заседании контрольного комитета Самарской городской думы жителям Советского района рассказали также о перспективах восстановления стадиона Торпеда и грядущей реконструкции заводского шоссе. По словам председателя комитета Вячеслава Гришина, в этом году на улице появится освещение, хороший асфальт и облагороженные газоны. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. А сейчас коротко о других темах дня. За неделю в области зарегистрировано 19 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Из-за карантина остановлен учебный и образовательный процесс в 381 школе, 105 детских дошкольных учреждениях и в одном учреждении среднего профессионального образования. Частично приостановлен образовательный процесс в шести классах трех школ и в трех классах одной школы-интерната. Роспотребнадзор проведет горячие линии по вопросам оказания платных жилищно-коммунальных услуг и судебной защите прав потребителей. Они пройдут 8, 10 и 12 февраля с 9 до 13 часов. Если вас не устраивает качество жилищно-коммунальных услуг, вы можете обратиться по телефону, который видите на экране. На должность Куйбышевского транспортного прокурора при Волжской транспортной прокуратуре назначен Дмитрий Писаренко, сообщает портал «Волга Ньюз». Ранее он трудился в Ростовской области. Стаж работы Дмитрия Писаренко в органах транспортной прокуратуры более 14 лет. Продавца «Рома», от которого умерли два человека, будут судить. По версии следствия, в ноябре 2015 года обвиняемый купил 24-литровых бутылки с этикетками в Баккарде, заплатив по 300 рублей за каждую. Вместо «Рома» в бутылках была спиртосодержащая жидкость, в основе которой, как показала позже экспертиза, был метиловый спирт, опасный для здоровья. Две бутылки отравы были проданы. В итоге двое человек, мужчина и женщина, скончались. Еще одну женщину еле откачали в больнице. С 1 по 7 февраля жители северного полушария Земли смогут увидеть так называемый парад планет. Начиная с 6.30 утра до рассвета в южной части неба можно увидеть высоко над горизонтом Юпитер, Сатурн, Марс и Луну, а низко над горизонтом Венеру и Меркурий. Планеты при условии ясной погоды можно будет увидеть невооруженным глазом. Почти 40 тысяч первоклассников региона 1 сентября сядут за парты. Запись в образовательное учреждение началась в середине января и уже подано 19 тысяч заявлений. Выбрать школу и определить ребенка в первый класс можно и в режиме онлайн. Нужно лишь заполнить анкету на региональном сайте госуслуг. Те, кто решил перестраховаться и подать заявление сразу в несколько школ, предупреждают. Примут ребенка лишь в то учебное заведение, куда обращение поступит первым. Школы по месту жительства детей будут зачислять автоматически до 1 июля. Позже можно не успеть. Школы вправе объявить вторую волну и принимать всех желающих. О вступительных экзаменах не может быть и речи. Единственная причина для отказа – отсутствие мест. Что касается престижных лицеев и гимназий, куда многие родители хотят отдать своих детей, Важно помнить, всегда есть альтернатива. Качественную образовательную услугу предоставляет гораздо большее количество школ, чем это принято думать. Поэтому посмотрите внимательно на школу, которая рядышком находится с домом. Поговорите с директором, посмотрите внимательно на внутреннюю атмосферу. Познакомьтесь с внутренней атмосферой школы. И, может быть, вы поймете, что это-то и самый лучший выбор для вашей семьи. События в экономике вновь заставляют опасаться за курс рубля. Почему он снова идет вниз, знает наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Неужели триумфальное восхождение рубля закончилось? На фоне дешевеющей нефти и национальная валюта тоже снижается. На 3 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 77 рублей 92 копейки. Доллар взлетел на полтора рубля. Евро подорожал на 2 рубля. Курс на 3 февраля 84 рубля 97 копеек. Золото стоит 2753 рубля за грамм. Серебро стоит 34 рубля 55 копеек за грамм. Нефть тоже снижается. И за баррель сорта Brent дают 33 доллара 62 цента. Минфин заявляет, что резервный фонд за январь вырос на 2,6% до 3,7 трлн рублей. А 17 автопроизводителей подняли российские цены в конце января. На сегодня это все. Удачи в делах. О тайнах неба и земли в доме журналиста открылась выставка фотографа Николая Федорина. Величавые горы Кавказа, теплые краски самарских полей и уютные башкирские села. На каждой работе удивительная природа России и Грузии. Пейзажами любовалась Алина Чемерес. На холмах Грузии здесь не ночная мгла, а дневной свет. Рассказать самарцам о тайнах неба и земли фотографа Николая Федорина вдохновила путешествие по просторам Башкирии и Кавказа. Здесь история застыла на каждом снимке. Родовые башни, построенные почти тысячу лет назад, и старинный храм, на первый взгляд, похожий на заброшенную крепость. Во время поездки фотографу удалось запечатлеть даже затерянные миры. Это селение Мартвили в Грузии. И там, говорят, нашли следы динозавров. Поэтому мы, путешествуя там, ощущали себя в какой-то такой немножко жутковатой, но сказке. Живописные пейзажи Николай Федорин снимает уже больше десяти лет. Говорит, для него природа – главный источник энергии и вдохновения. На выставке представлено 17 работ фотографа – Башкирское село в туманной дымке пещеры и поля Самарского края. Можно их в учебники по фотографии вставлять, эти работы, и по ним учиться на самом деле. Они все красивые, правильные, живые, объемные. И мне просто очень нравится. Узнать о тайнах неба и земли жители Самары смогут до конца февраля. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. А сейчас пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Футбольные крылья Советов выиграли норвежскую Мольде. Самарская дзюдоистка заняла первое место на открытом Евротурнире. Егор Лапин – второй в квалификации Кубка России по прыжкам в воду. В Пензе прошли соревнования Кубка России по прыжкам в воду. В синхронном упражнении с трехметрового трамплина в смешанных парах второе место занял самарец Егор Лапин. Ему помогла подняться на пьедестал почета Екатерина Некрасова. Первое место у Надежды Бажиной и Аркадия Айдарова. Пенза – Саратов. В Софии на открытом Евротурнире боролись самарские дзюдоистки Анастасия Павленко, Кристина Румянцева, Мария Персидская, Дарья Межецкая и Анастасия Конкина. Золотая медаль у Марии Персидской, она чемпионка России 2014 года. В финале Персидская положила на обе лопатки Мелику Николик из Сербии, бронзу Кристины Румянцевой. Ей сдалась румынка Моника Унгуряну. Футбольные сборы в Эмиратах Крылья Советов проводят плодотворно. Товарищеский матч с норвежским Мольдой самарская команда выиграла со счетом 2-1. Победу принесли голы Родичей и Габулова. Впереди поединки с призерами чемпионата Узбекистана, клубами Насав и Пахтакор. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самаргиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...